Государственный роговой оркестр Наш коллектив существует в единственном экземпляре на планете. И, в общем-то, это реплика оркестра рогового, который когда-то принадлежал Екатерине. Когда-то Кирилл Семенович Нарышкин подарил подобный оркестр для охоты Екатерине. И это была такая забава. Но со временем эта забава из охотничьей превратилась в искусство, потому что научились играть классическую музыку. После отмены крепостного права эти оркестры исчезли. И сохранился только один единственный комплект, который хранится сейчас в Музее музыки в Петербурге, в Шереметьевском дворце. И вот тот комплект, он лег в основу наших инструментов современных. Звучание оркестра похоже на звучание органа, но его внутренняя организация уникальна. Один музыкант может извлечь из рога всего одну ноту. И только при совместном музицировании отдельные ноты связываются и превращаются в цельное художественное произведение. Поэтому роговой оркестр – это яркий пример единства, где высочайшее индивидуальное мастерство каждого исполнителя во взаимодействии служит залогом успеха всего коллектива. Я в Новоуральске не первый раз, потому что уже на протяжении нескольких лет мы работаем вместе с Геннадием Дмитриевичем, потому что он руководит совершенно фантастическим фестивалем, вы его знаете, он называется «Новоуральские фанфары». И это уже корневой фестиваль в Новоуральске, и в этом фестивале принимают участие прекрасные духовые коллективы. И джазовые, и духовые, очень разные, и детские. Вот, поэтому нас уже связывают некоторые годы общения, и я сегодня очень рад, что Геннадий Дмитриевич и корпорация «Росатом» сделали все возможное для того, чтобы мы могли выступить в театре. В программе концерта прозвучала популярная классика, музыка Бетховена, Баха, пьет-соло, Равеля, Чуйковского и других композиторов. Концерт прошел при поддержке программы «Территория культуры Росатома». Анна Крамова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.